Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке естествознания. Тема урока «Свойства воздуха». Сегодня на уроке изучим свойства и состав воздуха. Узнаем, как влияет воздух на горение. Перед началом урока давайте выполним с вами упражнение для работы мозга. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцами рук, соединяя в кольцо с большим пальцем, последовательно указательный, средний и так далее. Одновременно двумя руками в прямом и обратном порядке. Ребята, постарайтесь вспомнить материал прошлого урока и ответьте на вопросы, что входит в состав воздуха. Какие свойства воздуха вы знаете? Состав воздуха. Азот – 78 частей. Кислород – 21 часть. Углекислый и другие газы – 1 часть. А вы знаете, как понять, что вокруг нас есть воздух? Есть ли у воздуха запах? Есть ли у него вкус? Можем ли мы его увидеть? Им дышат звери, птицы, люди. Без него мы огня не добудем. Без него нет жизни нигде, даже тем, кто живет в воде. Без воздуха все живое на земле бы погибло. Без еды человек может прожить 7-10 дней. Без воды – 2-3 дня. А без воздуха не выдержит и 5 минут. Значит, наличие воздуха мы можем доказать тем, что мы дышим, живем. Можете ли вы уловить запах воздуха? А попробовать его на вкус? Можете ли вы увидеть воздух так, как видите окружающие вас предметы? К какому выводу вы пришли? Без воздуха все живое погибнет. Воздух не имеет запаха, вкуса, цвета. Он прозрачен, не видим. Откройте учебник на странице 76. Проведем исследование. Наша цель – определить, каким свойством обладает воздух. Сформулируем гипотезу. Воздух влияет на горение. Горение на казахском – жану, а на английском – кмбашшен. Начните рассуждение. Если не будет воздуха, тогда... Если зажечь три свечи... первую и вторую накрыть разными по объему баночками, а третью свечу не закрывать, то мы сможем пронаблюдать интересные свойства воздуха. Мы уже знаем, что воздух состоит из нескольких газов. При горении один из этих газов сгорает. Это кислород. А другого газа становится больше. Это углекислый газ. Кислород поддерживает горение, а углекислый газ нет. Кислород закончился. Свеча погасла. В помещении, где мало кислорода и много углекислого газа, очень трудно дышать. Откройте учебник на странице 77. Рассмотрите диаграмму. Определите, к какому месту по содержанию кислорода относится каждый столбик. Рассуждайте так. Кислород поддерживает горение. Значит, во время лесных пожаров он сгорает. Следовательно, кислорода становится меньше. Больше всего кислорода в зеленом лесу. Меньше на городских улицах. Еще меньше в комнате с горящей свечой. И меньше всего кислорода, как вы уже догадались, в горящем лесу. Загрязнение воздуха – это наиболее опасное из всех видов загрязнений, так как оно негативно влияет на весь живой мир, нарушая процессы фотосинтеза и дыхания. Загрязненный воздух также ухудшает состояние воды и почвы. В глобальном масштабе загрязнение воздуха оказывает влияние на изменение климата. Источники загрязнения воздуха включают заводы, фабрики, выхлопные газы машин. Также не стоит забывать и о природных источниках загрязнения воздуха. Извержения вулканов, лесные и степные пожары, молнии. Загрязненный воздух поглощается людьми в основном во время дыхания. Он способствует развитию респираторных заболеваний, аллергии. Давайте подведем итоги урока. Ответьте на вопросы. Какими свойствами обладает воздух? Что происходит при горении открытого огня? Углекислый газ не поддерживает горение. Как это свойство воздуха можно использовать в жизни? На Земле в разных странах происходят пожары. Почему кислорода на нашей планете не становится меньше? Воздух – смесь нескольких газов. При горении сгорает кислород. Кислород поддерживает горение. Предлагаю пройти тест, чтобы узнать, как вы поняли материал урока. Первый вопрос. Что можно отнести к природным источникам загрязнения воздуха? Вариант А – заводы и фабрики. Вариант Б – осадки. Вариант В – извержение вулканов и лесные пожары. Правильный вариант В – извержение вулканов и лесные пожары. Второй вопрос. Что происходит при горении открытого огня? Вариант А – сгорает кислород, увеличивается углекислый газ. Вариант В – сгорает углекислый газ, увеличивается кислород. Вариант В – никаких изменений в составе воздуха не происходит. Правильный вариант А – сгорает кислород, увеличивается углекислый газ. Третий вопрос. Чем опасно загрязнение воздуха? Вариант А – в глобальном масштабе загрязнение воздуха оказывает влияние на изменение климата. Вариант В – замедляет смену дня и ночи. Вариант В – увеличением количества животных и растений. Правильный вариант А – в глобальном масштабе загрязнение воздуха оказывает влияние на изменение климата. Четвертый вопрос. Что не является источником загрязнения воздуха? Вариант А – машины и автобусы. Вариант Б – медиплавильные комбинаты. Вариант В – электромобили и велосипеды. Правильный вариант В – электромобили и велосипеды. Пятый вопрос. Что является важным в составе воздуха для дыхания человека? Вариант А – кислород. Вариант Б – углекислый газ. Вариант В – прозрачность. Правильный вариант А – кислород. Шестой вопрос. В каких местах в составе воздуха больше всего кислорода? Вариант А – на городских улицах и трассах. Вариант Б – в горящем лесу. Вариант В – больше всего кислорода в зеленом лесу, парках, скверах. Правильный вариант В. Больше всего кислорода в зеленом лесу, парках, скверах. Оцените себя. Если вы верно ответили на 5-6 вопросов, отлично, вы усвоили материал. Дали правильные ответы на 4 вопроса? Хорошо. Обратите внимание, из-за чего у вас возникали затруднения. Если у вас 2-3 правильных ответа, вам необходимо повторить материал. Ребята, наш урок подходит к концу. Самостоятельно найдите в энциклопедиях или других источниках информацию о том, сколько кислорода необходимо каждому человеку в сутки для дыхания. Спасибо за сегодняшний урок. Достигли ли вы целей, поставленных на уроке? Надеюсь, что да. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok